Здарова, друзья! В этом видео я расскажу вам о персонаже смертельной битвы Скорпионе. Многие даже не подозревают о том, кем он был и что с ним случилось, и об этом я вам сейчас расскажу. Итак, поехали! Его настоящее имя Ханзо Хасаши, родом он из земного царства, из Японии, если быть точнее. Он был одним из лучших воинов клона ниндзя Ширай Рю. В прозвище Скорпион он получил за свои боевые способности и мастерство в обращении с метательным оружием. Своей технике Ханзо обучился у своего отца, который был первоклассным воином и также был в клане Ширай Рю. Хотя он и запретил своему сыну вступать в клан, жажда быстрых денег и желание обеспечить свою жену и ребенка всем самым лучшим заставили Ханзо присоединиться к Ширай Рю. Ханзо был нанят колдуном Куан Чи, чтобы украсть карту элементов из Шаолиньского храма. На карте было отмечено местонахождение храма, в котором хранился древний артефакт – амулет Шинака. Ханзо не знал, что Куан Чи также нанял воина по имени Сабзиро из клана злейших врагов Ширай Рю – Лин Куэй. Ханзо прибыл в храм чуть раньше, чем Сабзиро, но не стал атаковать его и отправился искать комнату, в которой находилась карта. Сабзиро удалось попасть в эту комнату, когда Скорпион уже находился в ней. Двое воинов сразились, и Сабзиро вышел победителем из поединка. Хотя Ханзо и просил его о пощаде, Сабзиро безжалостно расправился с проигравшим воином Ширай Рю. Он вырвал ему голову вместе с позвоночником. После победы Сабзиро Куан Чи, согласно условиям договора с Ян Куэй, уничтожил весь клан Ширай Рю, в том числе и семью Ханзо Хасаши. После своей смерти Ханзо попал в преисподнюю, и через некоторое время он получил шанс вновь сразиться с Сабзиро, уже будучи призраком. Сабзиро отправился в ад по просьбе Рейдена, который хотел вернуть амулет Шинака на землю. Преследуя клан Чи, Сабзиро был захвачен воинами Шинака и брошен в тюрьму душ, где он столкнулся со Скорпионом. Войны снова сразились друг с другом, но Сабзиро и на сей раз оказался сильнее и вышел победителем из битвы. Жажда мести и, возможно, помощь Куан Чи позволили Скорпиону вернуться в мир живых. Он отправился на корабль Шан Цунга, который шел к его острову, где должен был проводиться 10-й турнир Смертельная битва. На корабле Скорпион напал на Сабзиро, но не убил его, сказав, что он хочет уничтожить его на турнире, чтобы сохранить свою честь и не быть просто убийцей. В ходе самого турнира Скорпиону и Сабзиро не удалось сразиться. По окончанию состязания и после победы Люкэнга над Горо, Шан Цунг дал приказ своим войскам убить земных воинов. Скорпион с Сабзиро и Рейден были вынуждены сразиться с армией колдуна. После этого Скорпион наконец получил возможность сразиться со своим убийцей. На сей раз призраку ниндзя удалось победить. Скорпион сжег Сабзиро, после чего исчез в огненном взрыве и вернулся обратно в преисподнюю. Спустя некоторое время Скорпион узнал о том, что на турнире, организованном Шао Каном во внешнем мире, появился боец, который называл себя Сабзиро. Предполагая, что его убийца мог каким-то образом воскреснуть, Скорпион отправился во внешний мир, чтобы узнать правду об этом воине. На протяжении турнира Скорпион внимательно наблюдал за Сабзиро. После того, как он увидел, что воин Лин Куэй пощадил своего противника, Скорпион понял, что он не тот же самый Сабзиро, который убил его несколько лет назад. Он узнал, что это его младший брат, Куай Ли Йенг. Чтобы искупить свою вину за убийство его старшего брата, Скорпион поклялся не причинять вреда Куай Ли Йенгу. После этого он снова вернулся в преисподнюю. Во время вторжения на землю, Шао Кан пытался захватить души, находившиеся в преисподнюю. Этот план закончился неудачей, но в результате Скорпион снова оказался на земле. Сначала он не принимал участия в войне между землянами и армией Шао Кана, но позже император зачислил Скорпиона в свою армию. Для Скорпиона это был шанс навсегда покинуть преисподнюю и остаться в мире живых. Но узнав о том, что среди бунтовщиков, которые воевали против Шао Кана, находился Сабзиро, которому он поклялся не наносить вреда, Скорпион присоединился к земным воинам, чтобы соблюсти свою клятву. После победы земных воинов над Шао Каном, Скорпион снова вернулся в преисподнюю. Через некоторое время после этих событий, Куан-Чи начал подготовку к вторжению армии Тьмы Шинака на небеса. Он уговорил Скорпиона присоединиться к армии Тьмы, пообещав вернуть его к жизни. Незадолго до этого Скорпион узнал о том, что его семья и клан были убиты. Куан-Чи удалось убедить Скорпиона в том, что Сабзиро-младший участвовал в их убийстве. Скорпион принял предложение некроманта в тайне, надеясь использовать свою свободу, чтобы найти Сабзиро и уничтожить его. Призраку удалось настигнуть Сабзиро и сразиться с ним. После победы над Сабзиро, Скорпион готовился уничтожить его, но бывший воин клана Лин Куэй отрицал, что он причастен к гибели его семьи и клана. На вопрос Скорпиона о том, кто именно был виновником их гибели, ответил Куан-Чи. Он рассказал о том, что именно он убил клан Ширай-Рю и семью Скорпиона, а также то, что он использовал Скорпиона, чтобы уничтожить одного из самых опасных противников Шинака, Сабзиро, которому его старший брат рассказал о своем путешествии в преисподнюю и мог передать информацию, которая могла пригодиться в борьбе с Шинаком и его союзниками. Куан-Чи затем попытался отправить Скорпиона на пятый уровень преисподней, но тот не растерялся и в последнюю секунду успел захватить с собой Куан-Чи. В течение нескольких лет Скорпион охотился и пытал Куан-Чи. Каждый раз, когда у него появлялся шанс, Скорпион причинял Некроманту боль. На пятом уровне преисподней силы Куан-Чи таяли и были бесполезны против призрака, а силы Скорпиона наоборот росли, но Некроманту удалось выбраться из этой ситуации. Во время очередной схватки со Скорпионом он столкнулся с двумя демонами – Молохом и Драмином. Он пообещал отправить их в мир живых, если те смогут защитить его от атак призрака. Для побега Куан-Чи нужно было узнать как можно больше о пятом уровне преисподней. Они взяли Некроманта к месту, где находилось очень древнее строение, в котором Драмин видел таблицы с непонятными надписями. Куан-Чи обратил внимание на надпись на таблице, которая была похожа на надпись на амулете Шинака. Из надписи Куан-Чи понял, как использовать амулет Шинака для управления порталами между мирами. В этот момент Скорпион нанес свой удар. Он разбил таблицу своим гарпуном и Куан-Чи позвал демонов на помощь. Драмин и Молох снова атаковали ниндзя-призрака. В этот момент Куан-Чи побежал по коридору, ведущему к порталу. По дороге он активировал его и прыгнул внутрь. Увидев это, Молох растерялся и ослабил хватку, и Скорпион смог вырваться на свободу. Он погнался за Куан-Чи и вошел в портал. Следом за ним в портал прыгнули и демоны. Скорпион оказался в другом регионе внешнего мира, но он все еще мог чувствовать присутствие Куан-Чи. В полной ярости ниндзя-призрак отправился на поиски некроманта. Скорпион нашел Куан-Чи около дома Шан Цунга, на небольшой площадке, окруженной потоком кислоты. Скорпион яростно атаковал Куан-Чи, но к тому времени колдун уже успел восстановить свои силы. В том числе он снова мог пользоваться магическими атаками. Куан-Чи метнул в Скорпиона снаряд в форме черепа, и казалось, призрак был побежден. Несмотря на боль, Скорпион атаковал Куан-Чи с удвоенной силой. Куан-Чи пришлось метнуть Скорпиона еще несколько снарядов, а после он использовал подкат, чтобы выкинуть призрака в поток кислоты. На некоторое время Скорпион вернулся в преисподнюю, но как только он полностью восстановился, призрак снова вернулся во внешний мир, чтобы завершить начатое и убить Куан-Чи. Ему удалось пробраться во дворец Шан Цунга через тайный проход, но в нижних уровнях дворца он столкнулся с двумя старыми знакомыми. Демонами Драмином и Молохом, которых Шан Цунг нашел и держал при себе в качестве страховки от возможного предательства Куан-Чи. Несмотря на все свои старания, Скорпион не смог победить демонов, и поскольку они не смогли съесть его, они зашвырнули ниндзя-призрака в поток из душ, ведущий на небеса. Скорпион должен был быть разорван на куски, но ему удалось сбежать в пустоту, в которой обитали старшие боги. Там он вместе с ними наблюдал за гибелью Рейдена и воскрешением короля драконов. Когда старшие боги обратили внимание на Скорпиона, они превратили его в своего чемпиона, дав ему задание уничтожить Анагу. За это они пообещали воскресить его семью и клан. В последней битве с Анагой Скорпион сражался вместе с остальными воинами, но финальный удар нанес не он, а Суджинко. Из-за этого старшие боги выполнили свое обещание лишь наполовину. Они воскресили клан Скорпиона, но в виде воинов-призраков, таких же, как и он сам. Разъяренный Скорпион решил отомстить старшим богам. Он прервал путешествие Тейвена и тем самым позволил начаться к концу света. Но в сражении с сыном Аргуса ниндзя-призрак проиграл. Позже он принял участие в битве при пирамиде Аркуса. Вот и вся история персонажа Скорпион, а напоследок расскажу пару интересных фактов о нем. В момент смерти персонажа ему было 32 года. Несмотря на то, что скрывается под его маской, мировоззрение Скорпиона – добро. Студия NetherRealms использовала Скорпиона в своем логотипе. Когда Скорпион притягивает противника цепью, он произносит Эти фразы стали очень узнаваемы, и их часто ассоциируют со Скорпионом. Например, в фильме «Призрачный гонщик» была отсылка к Скорпиону. А вы догадались, в каком моменте? Более того, Скорпиона во всех играх и фильмах озвучивает создатель смертельной битвы – Эд Бун. Если вам понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх. Если же нет, то обязательно ставьте пальцы вниз. Если хотите еще истории о персонажах, напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр и удачи!